Говорит Черкесск В студии с новостным блоком Рита Нерова. Здравствуйте. Вот некоторые события. Более двух десятков школ на 5,5 тысяч мест откроются в республике к сентябрю текущего года. На базе городского больницы Черкеска открылся пункт проката технических средств реабилитации. В Карачаевске продолжаются масштабные работы по благоустройству общественной территории Зеленый остров. И известная российская писательница Тамара Крюкова встретится с читателями и библиотекарями Карачаева-Черкесии. Предприятия химической промышленности получат годичную отсрочку по уплате страховых взносов за 2-3 квартала текущего года. Речь идет о производителях мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, косметики и парфюмерии. Высвобожденные средства они смогут направить на текущие расходы, связанные с выплатой заработной платы сотрудникам, перенастройкой производства и логистики. Кроме того, индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере, получат годичную отсрочку по уплате страховых взносов, начисленных за 2021 год, суммы дохода, превышающие 300 тысяч рублей. Отсрочки будут предоставлены автоматически, без подачи заявлений. Уже уплаченные страховые взносы за апрель производители смогут вернуть или за честь в счет будущих платежей направить соответствующие заявления в Федеральную налоговую службу. Льготные кредиты по ставке 3% смогут получить аккредитованные IT-компании, осуществляющие деятельность по разработке, внедрению и приобретению российских продуктов, сервисов и платформенных решений в сфере информационных технологий, а также связанных с этим работ и услуг. Одним из условий льготного кредитования является сохранение занятости на период действия кредитного договора не менее 85% средней списочной численности работников по состоянию на 1 марта текущего года. Кроме того, компаниям необходимо обеспечить индексацию заработной платы сотрудников с периодичностью не реже одного раза в год на уровне индекса потребительских цен Росстата за соответствующий период. В следующем году будет сдана в эксплуатацию школа на 960 мест в селе Учки-Кен Малокорачаевского района. На ее строительство из федерального бюджета выделено 582 миллиона 600 тысяч рублей. Вместе с тем, в текущем году, благодаря нацпроектам «Демография» и «Жилье и городская среда», в регионе будут открыты два детских сада на 230 мест. В частности, завершается строительство дошкольного учреждения на 80 мест в Узжигуте и планируется открытие дошкольно-образовательной организации на 150 мест в северной части Черкеска. В Карачаевске продолжаются масштабные работы по благоустройству общественной территории «Зеленый остров» площадью 5,5 гектаров. Сейчас здесь ведутся работы по очистке пруда, спилу сухостоя и строительству горного креативного кластера. Появятся спортивные и детские площадки, тротуарные дорожки, подъездная дорога, автопарковка. Будут установлены лавочки, урны и проведены инженерные коммуникации. «Зеленый остров» пользуется большой популярностью и для многих жителей округа – излюбленное место для досуга с друзьями и семьей. Все благодаря совместной работе старшего поколения и молодежи. В том, что этот замечательный проект реализуется, большую роль сыграл Центр молодежного инновационного творчества в Карачаевске. Именно его воспитанники помогали с оформлением победной заявки на конкурс «Малые города и исторические сельские поселения», взаимодействовали с городским сообществом, а Центр стал площадкой для проектных семинаров и публичной защиты. На пати городской больницы Черкеска открылся пункт проката технических средств реабилитации. Он создан в рамках Года людей с ограниченными возможностями здоровья, объявленного в этом году руководителем республики. Планируется открытие и второго пункта, который расположится в доме-интернате для перестарелых людей. Пункт создан в целях временного обеспечения техническими средствами реабилитации граждан пожилого возраста, инвалидов и других отдельных категорий, проживающих на территории республики. Закуплены технические средства реабилитации – кресла-коляски, ходунки, костыли, противопролежневые матрацы, сидения для ванны и многое другое. Средства реабилитации на безвозмездной основе будут предоставляться участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, семьям, имеющим детей инвалидов, инвалидам, несовершеннолетним, гражданам, имеющим средний душевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Жители Карачаева, Черкесии, неравнодушные граждане, различные трудовые коллективы вносят свой вклад в реализацию проекта Народного фронта «Всё для победы». Участники акции собирают медикаменты и другие необходимые вещи, указанные на специально созданном сайте. Информацию комментирует координатор по работе со СМИ Регионального исполнительного комитета Народный фронт Зураб Бимурзов. Хочется отметить, что проект уже полным масштабом идёт в Карачаево-Черкесии, подключаются трудовые коллективы и простые люди. Например, в эти дни сотрудники Центра научной и практической помощи «Здоровое сердце» из Учкекена привезли в пункт сбора кровоостанавливающие, перевязочные и обезболивающие препараты на общую сумму 100 тысяч рублей для защитников Донбасса. Также сетевая распределительная компания города Черкеска перечислила 50 тысяч рублей для защитников Донбасса. На сбору откликаются и простые жители, которые приносят вещи, необходимые бойцам и жителям. Буквально на днях тоже житель Черкеска, человек сам с ограниченными возможностями здоровья, ухаживающий за мамой, принёс внешне зарядное устройство. Он от чистой души и сердца это сделал и попросил передать, как он сказал, нашим Станбасса. Глава одного из фермерских хозяйств республики получил условный срок за крупное мошенничество с бюджетными субсидиями. Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии, доказательства признаны судом достаточными. Информацию комментирует старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Евгения Перхилева. Следственному суду установлено, что в период с мая 2017 года по июль 2020 года житель аула Верхняя Мора представлял в Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики фиктивные документы, якобы подтверждающие осуществление деятельности, связанной с разведением крупного и мелкого рогатого скота. В результате им незаконно были получены субсидии, предназначенные на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей на сумму свыше 6,5 млн. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. В ходе следствия глава крестьянско-фермерского хозяйства полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. В целях установления истины по уголовному делу следователям допрошен ряд свидетелей, проведены необходимые экспертизы, а также следственные и процессуальные действия, изобличающие мужчину в совершении указанного преступления. Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, назначил злоумышленнику наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил. Фарш с когт-диостатиком поставляли в одну из школ поселка Медногорского Урубского района. Нарушение выявило Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора после того, как была отобрана проба говяжьего фарша, произведенного индивидуальным предпринимателем из прохладного Кабардино-Балкарии. А в средней школе поселка Мараа-Ягы Карачаевского городского округа в говядине предназначенной для детского питания обнаружены следы антипаразитарного препарата. Подробности у заместителя начальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Аюба Каблахова. Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации по обеспечению питаниям обучающихся начальных и средних классов отобраны пробой мясной продукции в средней школе поселка Миногорска Урубского района и в средней школе поселка Мараа-Ягы. Фарши-произведители из города Прохладного Кабардино-Балкарской республики выявили наличие препарата как теодиастатика, тенитрокарбанилида. В пробах говядины, произведенной фирмы ООО «Наси» выльен противопроизитарный препарат «Клазантел». По установленным нормативам подобное не допускается. Произведителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В отношении поставщиков продукции в настоящее время принимаются меры реагирования. Помимо этого, в аппарат полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе направлены информацию о случае выявления соответствия продукции установленным требованиям. Энергетики Карачаево-Чекеси за пять месяцев текущего года обеспечили электроэнергией 60 новых потребителей. Информацию комментирует Надежда Алакаева, главный специалист пресс-службы Департамента по взаимодействию со СМИ Росети Северный Кавказ. Для обеспечения электроэнергии жилых домов и объектов малого и среднего бизнеса в ауле Псы Жабазинского района и селе Дружба Прикубанского района специалисты филиала Росети Северный Кавказ, Карачаево-Черкеска-Энерго построили 3 километра линии электропередачи 0,4 киловольт. В результате проведенных строительно-монтажных и организационных работ новым жилым постройкам, а также объектам малого и среднего бизнеса в двух поселениях, выдано 0,76 мегаватт мощности. В указанных населенных пунктах проживают около 12 тысяч человек. Из-за близкого расположения к республиканской столице в последние годы здесь идет интенсивное жилищное строительство и развитие промышленной зоны. В частности, активное возведение частных жилых домов идет в новых микрорайонах в восточной части поселений, где несколько лет тому назад были выделены кварталы под индивидуальную застройку. А в общей сложности в зоне ответственности прикубанских районных электросетей филиала «Карачаево-Черкеска-Энерго», который обслуживает эти два населенных пункта, за отчетный период к сетям филиала подключено 98 новых объектов с суммарной мощностью 1,150 мегаватт. Известная российская писательница Тамара Крюкова встретится с читателями и библиотекарями Карачаева-Черкесии. В мероприятиях проекта «Талантливое лето» «Инклюзивная программа творческого развития детей в летний период», который получил поддержку президентского фонда культурных инициатив, примет участие известная российская писательница Тамара Крюкова. Проект разработан Республиканской детской библиотекой имени Сергея Никулина и автономной некоммерческой организацией общего и дополнительного образования поколения «Некст». Тамара Крюкова – автор более 40 книг для читателей разных возрастов, которые вышли в 16 российских издательствах. Общий тираж книг превысил полтора миллиона экземпляров. Она пишет фантастические и реалистические повести, рассказы, сказки и стихи. Ее книги переведены на языки многих народов мира. По одной из книг Тамары Шамильевны снят замечательный фильм о первой любви Костянника «Время лета», по другой – кинокомедия «Потапов к доске». В рамках реализации проекта «Талантливое лето» писательница проведет мастер-класс для будущих писателей, в том числе для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В Республиканском доме печати прошла торжественная презентация книг народных писателей Карачая-Чрикеси Ахмеда Шорова и Салтахана Аджикова. В издании поэта и публициста, члена совозаписателей России Ахмеда Шорова «Благодарю тебя жизнь» собраны лучшие произведения авторов, в которых говорится о любви к родной земле, о дружбе и великой родине России. А в новом сборнике Салтахана Аджикова «Забавный сундук», написанном для юных читателей, много увлекательных рассказов о честности и сострадании в поступках, доброжелательности к людям и любви к родному краю. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильный дождь, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер западный 6,11 метров. Температура воздуха от 19 до 24 градусов. Тепла. В горах местами плюс 10-15. В Черкесии кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 23 градусов выше нуля. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова.